Всем привет, девчонки! И вы попали на мой канал Мир Девчонок. И сегодня у нас с вами будет сбор прокладок на август. Соберем мы с вами прокладочки, какими я хочу воспользоваться в этот последний месяц лета, как бы это грустно не звучало. Ну и конечно же, не забывайте про лайк и подписку, и давайте уже мы с вами будем начинать. Наш сбор будет осуществляться в эту вот корзиночку, которая на протяжении уже года присутствует в моих роликах. Давайте начнем с ночных прокладок, как всегда по традиции, первую, которую я хочу взять, это Always Ultra. Я хочу взять вот эту последнюю открытую штучку, так как она идет в старом дизайне, выглядит прокладка вот так вот, и наконец-то я их доиспользую. Вот эту вот упаковочку я выкину, а прокладочку в новом дизайне, получается, помещу вот так вот в хранение. Еще одну ночную прокладочку я бы очень сильно хотела взять, Always Platinum на 6 капелек. Внутри эта прокладочка выглядит вот таким вот образом, идет самая обычная, с сеточкой. Эти прокладки, в принципе, мне нравятся, одну штучку хочу взять. Последнюю ночную прокладку я хотела бы взять с ту, которую не использовала уже практически год. Это вот такая вот корейская прокладочка Always Sensitive. Их уже, я так понимаю, либо не производят, либо что, но, по крайней мере, эти прокладки вообще у нас не появляются. Внутри они выглядят вот таким вот образом, у них очень странная такая поверхность, похожая на сквиши. Но, в принципе, думаю, будет интересно попробовать эти прокладки и вспомнить о них ощущения. А теперь давайте мы с вами начнем с пятикапельных прокладочек. И первую, какую я хотела бы взять, это Codex Ultra Soft. У меня эта пятикапельная прокладка уже лежит очень давно. И последний раз, ровно в августе того года, я использовала именно пятикапельные Codex Ultra Soft. Внутри они выглядели вот таким вот образом, с очень мягкой, невероятно мягкой поверхностью. Мне, в принципе, они очень сильно нравились, очень сильно хочу их доиспользовать. Очень сильно хочу попробовать свою новиночку VELU Ideale. Она идет у нас с такой мягенькой сеточкой. У них очень красивые вот такие вот упаковочки. Внутри эти прокладки выглядят данным образом, идут вот с таким вот дизайном. И эти прокладки очень сильно еще ароматизированы. Но у них очень даже приятный запах. А еще я хотела бы взять прокладочку Natural Cotton Protection на пять капелек. Они тоже у меня в хранении недавно. И внутри они выглядят вот таким вот образом. У них идет еще такая смешанная поверхность, то есть не мягкая, не сеточка. И очень-очень классная. Поэтому я хочу их попробовать свои месячные. И еще одну пятикапельную прокладку я бы взяла вот такую вот Freestyle Maxi. Это тоже моя новинка. Очень интересно посмотреть на эти прокладки, потому что никогда до этого ни у кого на каналах их не видела. Внутри они выглядят вот таким вот образом, с небольшим прям дизайном. И они еще очень приятно пахнут. Если мы с вами перейдем на четырехкапельные прокладки, я бы хотела бы потестировать вот такие вот прокладочки Mid. Они идут с пластиковой жесткой сеточкой. Мне очень интересно на них посмотреть. Кстати, у меня был тест-обзор на эти прокладки. Если вам интересно, обязательно посмотрите. Ссылочка будет в описании. Следующую четырехкапельную прокладку я хотела бы взять Libre's Natural Zabot. Вот это вот, это получается новый дизайн уже. Вот так вот выглядит упаковочка. Вот так вот выглядит прокладка внутри. Очень мягкая, приятная, поэтому одну штучку я свою и беру. Следующую прокладочку я возьму вот такую вот Мэки. Она идет, получается, на четыре каплики, но внутри выглядит как пятикапельная прокладочка. Внутри эта прокладочка выглядит вот таким вот образом. Идет с мягкой поверхностью, выглядит самой обычной дешевой прокладкой. Будет интересно посмотреть на ее функции. Следующую прокладочку я хотела бы взять вот такую вот Мерине на четыре каплики. Эти прокладки мне очень сильно нравятся. Они продавались в Фикс Прайсе, но на данный момент они куда-то пропали, и в магазинах Фикс Прайс я их вообще не вижу. По крайней мере, внутри они выглядят вот так вот. Идут вот с таким вот чипом и очень-очень спрессованные. Следующую прокладочку я очень сильно хочу взять вот такую вот свою линьянь. Если мне не изменяет память, то я ее использовала в июне, и мне не очень сильно понравился клей вот у этих прокладочек. Но, по крайней мере, я хочу еще раз взять и потестировать. В принципе, прокладки вообще неплохие. Выглядят они внутри вот так вот, идут с чипом и очень мягкой поверхностью. Следующую я хочу взять свою новиночку. Это вот такие вот прокладочки Clean Life. У меня есть точно такие же прокладки, только, получается, от другой фирмы. И это Флория, которая у меня есть в хранении. Но выглядят внутри они абсолютно идентично. Одну прокладочку я с собой беру, а внутри они выглядят вот таким вот образом. Идут с мягкой поверхностью и небольшим дизайном. Я хочу еще взять на август прокладку, которой у меня осталась одна всего лишь штучка. Это вот такая вот была классикного комфорт. У меня это еще был старый дизайн. И внутри она идет с пластиковой жесткой сеточкой. Еще одну прокладку я бы хотела бы взять, последнюю единичного экземпляра. Вот такую вот олость. Это супер старый уже получается дизайн. И внутри эта прокладка выглядит вот таким вот образом. Очень хочу доиспользовать ее. И получается уже в скором времени когда-нибудь, может быть, я куплю себе новую пачечку. Последняя четырехкапельная прокладочка будет Vivi. И, кстати, совсем забыла сказать о том, что эти прокладки я переместила в свое первое хранение. Одну штучку я беру с собой, а внутри они выглядят вот таким вот образом, как самые обычные дешевые прокладочки. Но при этом у них очень классные качества. Я бы очень хотела взять вот такую вот свою новиночку. Это прокладки для Испа на три капельки. Одну прокладочку я себе уже положила за кадром. Внутри они выглядят вот так вот и идут с поверхностью сеточкой. Из трехкапельных прокладок я бы еще хотела бы взять свою новиночку. Always Ultra Standard. Которые идут на три капельки как раз, но без крылышек. Эти прокладочки прям очень интересно мне на них посмотреть, в действии и так далее. Выглядят внутри они вот так вот. Это мои первые прокладки без крылышек. И еще по трехкапельным хотела бы взять одну прокладку Milano. Я хочу очень сильно их израсходовать. А внутри они выглядят вот так вот и идут с мягкой поверхностью. Получается последнее, что мы с вами возьмем, это станет вот такой вот тампончик от Kotex на две капельки. Просто стандартный обычный тампон. Давайте возьмем какой-нибудь вот такой вот розовенький. Думаю, что вы все знаете, как они выглядят внутри. Вот такие вот беленькие обычные тампоны. Ну что ж, девчоночки, вот такая вот корзинка прокладок у нас с вами получилась. Тут еще лежит тампон. И как раз таки всех благодарю вас за просмотр моего видео. Конечно же, не забывайте про то, что у меня есть мой телеграм-канал. Ссылочку на него оставлю в описании. А также не забывайте подписываться и ставить лайки. А мы с вами встретимся уже в новых роликах. И всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok